Султан Абдул-Меджид Султан Абдул-Меджида Здоровье Султана было сильно подорвано, а у Мирона от туберкулеза в возрасте всего 38 лет. Султан Абдул-Меджид В общем вела себя довольно свободно, как будто это был не мусульманский гарем, а современный парк для влюбленных. Конечно такие отношения не могли однажды плохо закончиться, причем нетрудно догадаться для кого. Итак, представьте себе, идет заседание дивана. На нем присутствуют все, от пашей до визирей, под председательством Султана. Подошел момент, когда Султану было необходимо провести омовение, и тогда послали за наложницей. Входит эта молодая девица, с кувшином и полотенцем в руках, еще с тазиком. Все мужчины разумеется отвернулись к стене, но были загнаны в смущение, когда им пришлось обернуться, в связи с тем, что рабыня очень громко и вольно смеялась. Но и это еще не все. Все увидели, что Султан по уши мокрый. Оказывается, когда наложница стала поливать ноги Султана, то не удержалась и облила из кувшина падишаха всего мира. В шутку разумеется она же еще подросток. Да, и Абдул-Меджид давал ей повод так себя вести в гареме. А вот видимо хорошие манеры на уровне дивана не привил. Так или иначе, в другой обстановке все бы закончилось юмором. Но здесь, как бы, Султан был опозорен, боже, какая дикость. И наложницу немедленно выдали замуж, и выгнали вместе с новым мужем из дворца. Так и закончилась бы эта история. Но не тут то было. Через несколько месяцев оказалось, что девушка была беременна от Султана и уже родила. Делать нечего, по правилам, сын Султана был забран во дворец на воспитание, правда воспитывали его не как шикзаде. Он рос, как и любой другой мальчик в Индеруне, за которым особо приглядывали. Ведь надо понимать, он потенциальный наследник Султана, хоть и незаконно рожденный. Абдул-Меджид принял решение держать парня при себе, и когда тот повзрослел ему дали статус Паши. Так и звали молодого человека Исмаил Паша. Шло время, Султан умер, а родословная сына наложницы, изгнанная из дворца, продолжается и по сей день. Историки утверждают, что среди знаменитостей Турции есть дальняя пра-правнучка. Интересно было бы посмотреть.